Фестиваль с жарким названием в поисках Африки объединил студентов самых разных специальностей волгоградских университетов, которые приехали к нам с черного континента. 200 юношей и девушек показали волгоградцам свои народные песни и танцы. Какими же творческими номерами порадовали зрители и молодые люди из солнечной Африки, узнала Алена Пузына. Африканец Давид Досье мечтает стать кардиохирургом на своей родине в республике Ганна. И на пути к своей цели ему уже пришлось преодолеть, казалось бы, непреодолимые препятствия. Расстояние в 7 тысяч километров, включая морские преграды, переезд в другую страну и даже языковой барьер. Но и с ними парень уже справился на отлично, адаптировавшись к жизни в Волгограде. Сегодня вместе со своими земляками активно участвует в культурной жизни города. Когда мне сказали, что есть фестиваль о Африке, я сказал, конечно, почему не участвовал, чтобы научить кому-то, чтобы говорить о Африке, чтобы люди тоже узнали, что такое Африка. В Волгограде живут разные племени. Каждый племен имеет свои одежды, свой язык. У нас только в Волгограде около 80 языков. Поэтому я, например, я Акан. Я очень счастлив, потому что в своем танце я показываю культуру нашей страны. Я очень счастлив танцевать сегодня. Этот танец очень, очень важен в нашей стране, потому что этот танец мы танцуем постоянно, когда у нас есть радостные причины для этого. Это очень круто. Ангола, Гвинея, Мали, Ганна свою культуру в этот вечер представили студенты более 10 африканских стран и республик. Порадовали участники совершенно разными номерами – традиционными, современными зажигательными танцами, играми на национальных инструментах, народными обрядами. Были и выступления, в сюжет которых легло трудное колониальное прошлое африканских республик. У нас такая очень богатая история, но после колонизации, но и до поступления независимости, это длится больше 100 лет. И вот поэтому история очень большая, но мы показали только маленькую из этого, из этой истории. Но срочно было готово, поэтому это энергия танцевала, но это срочно, очень сложно. Такой фестиваль в общегородском формате в нашем городе проводился впервые. Но организаторы уверены, положительный опыт знакомства с удивительным и загадочным миром африканского континента будет продолжен. Мероприятие, в общем-то, носит у нас характер ознакомительный. Мы знакомимся сегодня с песнями и танцами и историей африканского континента. И мы планируем в течение последующего года еще провести целый цикл мероприятий, посвященных национальным культурам, национальным традициям разных стран и народов. Алена Пузына, Максим Мещеряков, Вести 34. Редактор субтитров А.Семкин